Это шестая серия одного блока, на который я добавил триллион модов. Смысл в том, что у меня есть бесконечный генератор абсолютно рандомных блоков, на который мне может попасться как обычная земля, булыжник или листва, так и генераторы, ультра-мега-печка или ядерная бомба. Как вы помните, в прошлой серии я начал добывать энергию из креита, а также сделал вот эту дробилку, в которую можно запикнуть, например, булыжник, и из него получится гравий. Ещё я начал делать печку из тинкера, но пока что её не получилось запустить, поскольку нужна лава. А до стадии славы ещё на одном блоке я не дошёл. Ну и последнее я сделал мини-ферму, которая, блин, к сожалению, уже закончилась, но она может в АФК-режиме добывать абсолютно любые ресурсы, достаточно только запихнуть туда какого-нибудь моба. Например, я запихнул обычную корову, и, кстати, с одного лассона этой деревянной моба-ферме у меня добылась полтора стака говядины и 42 штуки кожи. Сегодня у меня большие планы, но прежде этого я хочу сделать ещё несколько этажей на своей моба-ферме, которую я строил несколько серий назад, поскольку очень уж мало добывается с неё ресурсов. Да ещё и мобы вот эти гады не умирают. Чё он плетает? Ватафак? В итоге получилась у меня трёхъярусная ферма мобов. Я думаю, что теперь здесь будут гораздо быстрее фарм... Блин, упал я! Гораздо быстрее и больше будет фармиться мобов, осталось только убрать освещение и заценивать, как она будет работать. А, ну единственное, что в самом низу мне нужно будет же ещё опустить, потому что если они сейчас будут падать, то они не будут умирать, потому что высота недостаточно большая. Ну-ка, успею я поставить воду или нет? Нет. Со стороны теперь эта ферма выглядит немного массивнее. И на самом деле мобы уже реально начали падать гораздо чаще, но только вот некоторые остаются. Да, некоторым вообще не наносится урон от падения, и очень было бы полезно поставить здесь какие-то шипы, но, к сожалению, на этой сборке шипов нету. Возможно, в моде креет есть что-то наподобие шипов, то, что будет убивать мобов. Но я не знаю, как это называется. Блин, если кто-то знает, реально пишите в комментариях. Эх, как они меня вообще ударяют, офигели. А, здесь вот эти дикие защитники какие-то. Я его еле убиваю, блин, ну их нафиг. Можно также ещё поставить магма-блоки, но тогда для того, чтобы собирать ресурсы, нужна будет какая-нибудь вакуумная воронка или загрузочная воронка, но для этого надо много железа и рельсы и так далее. Короче, у меня этого нету. Ладно, пусть пока вот так вот сидят. Блин, реально больше мобов падает, офигеть. Теперь осталось поставить воронки. Всё, готово, воронки 4 стоят. Теперь мобы сюда будут падать, умирать, а весь вот будет складываться в сундуки. Ещё на них можно поставить коврики, чтобы 100% не спавнились на воронках мобы. И официально можно считать ферму готовой. Короче, если хлеб соединить с жареным яйцом, оно, если что, получается при обжарке обычных яиц, то получается сэндвич с яйцом. Он восстанавливает аж 4 полоски с голодом, больше, чем жареный картофель, а также просто дофигища насыщенности. 12,8 это практически как золотая морковка. Ну а яиц у меня купится просто огромное количество, потому что у меня много курит, поэтому я всё это переплавляю и буду теперь питаться сэндвичами. Вообще, знаете, что я обнаружил? Помните, в предыдущей серии мне очень сильно нужна была лава? Ну, потому что мне ею нужно обязательно запитывать тинкерспечку, но я эту лаву ещё ни разу не находил. Ни ведро с лавой, ни жидкость лавы, ничего из этого, но я нашёл способ, то что можно с помощью астрол сорсори-мода создавать... О, ещё один квест, спасибо. Можно создать эту самую лаву. А именно жидкость, и делается она на каком-то лайтвилле. Её можно сделать из магмы или из незерека. Незерека у меня ещё ни разу не попадалось, но я вспомнил, что я на какой-то стадии одного блока выбивал магмовые блоки. У меня есть целых 8 штук, 7 в инвентаре, и вот ещё один. Поэтому, наверное, я сейчас займусь созданием вот этой штуки. И, в принципе, здесь у меня, кстати, подождите, я, по-моему, уже могу её сразу создать. Ну-ка, чё здесь нужно? Аквамарин, он у меня где-то вот здесь был. Далее, рок-кристаллов в предыдущей серии очень много тоже выпало. Крафчу ещё вот эти чистые вот блоки. И, действительно, все ресурсы у меня имеются, но я совсем не заметил, что этот Лайтва уже не создаётся на обычном верстаке. Здесь какой-то нужен новый магический верстак, а он делается из обычного верстака на какой-то линде. Она делается ещё где-то. Стоп, это какой-то замкнутый круг. Почему? Я не понимаю. Так, сейчас буду разбираться. Эх, блин, нет, нифига. Чтобы мне, короче, начать вот это всё создавать, мне нужен специальный кристалл. Вообще, в Астрал Сорсере он находится в обычном мире, но здесь на одном блоке я совершенно не знаю, где его достать. Также, кстати, в самом начале, когда я зашёл на один блок, мне дали вот эту книжку Астрал Том. Давайте я попробую её открыть. И здесь, по идее, должны быть всякие статьи. Да, смотрите, я приближаю, блин, такой эффект прикольный. И тут открываются всякие статьи. Вообще, у этого мода есть свой лор, но тут надо всё читать на английском, и мне никакие предметы не дают, поэтому, ладно, наверное, я не буду этим заниматься в этой серии. Не, возможно, я буду, потому что мне может этот кристалл выпасть на одном блоке. Да, действительно. Вот этот кристалл как раз-таки мне и нужен, чтобы создавать любые вещи. И самое первое, это мне нужно будет сделать верстак. Короче, сейчас проверим, появится он здесь или нет. О, поборник. Здрасте. Не прошло и 5 минут, и мне попалось то, что мне как раз-таки и нужно. На генераторе заспавнился сундук, мне сразу, кстати, дали посох, потом какую-то бумажку. Ну-ка, кстати, подождите. Это обычная бумажка. Что мне ей подтираться, что ли? И также выпал тот самый коллектор кристалл, который мне и нужен, и другие тоже ресурсы. Ну-ка, если я сундук сломаю, да, всё, дальше продолжается эта же стадия. Ну, давайте я размещу этот кристалл, допустим, где-нибудь вот здесь. Он должен находиться немного в небе, потому что под ним должен располагаться верстак, чтобы он превратился в новый верстак. А также над ним не должно быть никаких блоков. Блин, я вот не знаю, листва будет мешать или нет, но на всякий случай я её уберу. Он должен смотреть прям чётко на небо. И когда наступит ночь, он как раз-таки начнёт работать. Днём он не будет это делать. Он сразу начал вот так офигенно светиться, но на самом деле ничего не происходит. Я под него ставлю верстак, и да, верстак как и был обычным верстаком, так и остался. В общем, осталось только дождаться ночи. Да, всё, отлично! Я забыл совершенно то, что мне нужно было ещё этот кристалл соединить с верстаком. То есть я этим посохом, который также выпал в верстаке, нажимаю правую кнопку мышки по нему, и далее по верстаку, и всё, он превращается. Далее, когда я захожу в верстак, здесь видно, что накоплена какая-то энергия. Она мне нужна будет для создания других рецептов, и давайте я выложу первый вот этот, который мне как раз-таки и нужен. А чё дальше, я не знаю. А всё ясно, оказывается, мне нужен был ещё вот этот посох. Он активирует создание на верстаке, но блин, в его крафте используется эндер-жемчуг, но у меня ещё нету ни одной штучки. И походу придётся строить огромную платформу и ждать, пока заспавнится эндермен. Плюс одна какашечная постройка, но зато будет функционировать это самое главное. Блин, но эндермен... Вот как он взорвался, а? Эндермена так и не появилось. Буду луком мочить, гадов! Наконец-то! Просто не верится! Я где-то три дня потратил для того, чтобы заспавнился этот эндермен. Я даже за этой постройкой ещё одну платформу построил, и он всё не спавнился и не спавнился. Ну всё, теперь эндермешка есть. Так, скелет, иди в попу. И сейчас самое главное. Надеюсь, с него выпадет эндер-жемчуг. Пожалуйста, подари мне один. Ну-ка, бьём его. И последний удар. Да! Слава богу, мне повезло. Выпал эндер-жемчуг, а мне как раз один-то и нужен. Ещё я, кстати, пока фармил этих всех эндерменов, ждал, тут здесь появился зомби-крестьянин. Главное, чтобы он не исчез, потому что те два зомби-крестьянина у меня исчезли. Блин! Ох, я уж забыл, зачем мне вообще этот эндер-жемчуг нужен был. По-моему, что-то в астрал-сорсере я делал. А, точно! Я же хотел вот этот посох сделать. Его, по-моему, можно скрафтить на обычном верстаке. Да, отлично. И теперь, наконец-то, я могу... А, нет, я не могу завершить рецепт, потому что наступил день, а как я говорил, то, что днём здесь не накапливается энергии, и мне, в общем, нужно снова ждать ночи. Ладно, пока хоть территорию освещу тут. Кстати, ещё пока я фармил мобов, мне выпали какие-то сердца зомби и сердца призрака. На самом деле, здесь вообще такие интересные рецепты. Вы сами посмотрите, можно какой-то жезл скрафтить, потом стеклянная рука, блин! Сколько всего просто предстоит сделать в будущем. Отлично! Ночь наступила, тыкаю по верстаку, и начинается процесс. И всё, вывалился этот лайтвилл. На нём, помимо лавы, можно крафтить также другие жидкости. Например, можно создавать звёздный свет из разных ресурсов. Он, кстати, тоже потребуется. Ой, и даже обычную воду можно делать. Ладно, я так предполагаю, то, что мне нужно поставить также под этим кристаллом эту штуку. И, наверное, сначала отвязать верстак. Как мне это, кстати, сделать? Алё! А, подождите, я не тем тыкаю. Вот этим надо сначала отвязать верстак. И привязать кристалл уже к лайтвиллу. Ну и давайте я попробую запихнуть сюда магму. Ну-ка, да, она сюда помещается. Я не знаю, что здесь. Нужна какая-то энергия? Или ещё что-то? Или нужно просто подождать? Сейчас, короче, посмотрим. Да, реально, смотрите, лава начинает появляться. Она, видимо, постепенно, потихоньку. Ну-ка, сразу ведро пустое нужно подготовить. Всё, ведро у меня есть, и я жду. И пока что... Нет, оно наполняется, видимо. Да, прям постепенно, смотрите, появляется лава. Всё, даже не одно ведро. Что? Несколько ведер лавы создалось. Офигеть! И это всего лишь с одной магмой. Подождите, она ещё продолжает наполняться. По-моему, магма вообще не тратится. Это ещё бесконечный источник лавы, что ли? Ну, нифига себе. И смотрите, мне дали новое достижение. Это, конечно, супер круто. Но с появлением ведра славы, я же теперь могу создать генератор булыжника. До этого, как вы помните, я создавал булыгу с помощью кальки. Просто фармия её на дёрни. Но это очень долго. А с генератором булыги всё изменится. Всё, генератор булыги готов. Ага, и всё-таки магмовой блок потратился. То есть, это не бесконечный источник лавы. Ну ладно, я могу взять ещё одно ведро и уже запекнуть его в тинкер-печку. По идее, теперь она должна начать работать. Ну-ка, давайте я попробую сюда какую-нибудь руду положить. Допустим, 4 железные руды начин... Да, они начинают плавиться. Фу, вообще офигенно. Только не фу, а вау. Красотища. В итоге, по окончанию их переплавки получается жидкое железо. Только уже не 4 слитка, как мы получили бы в печке, а 6 слитков и 6 самородков. Вообще, на ранних версиях тинкер-констракта на 1.12.2 там получалось ровно в 2 раза больше, но здесь почему-то, видимо, немного порезали это. Но всё равно, в любом случае, больше, чем в обычной печке, и это круто. А к тому же, её можно ещё расширять, делать 11 на 11, и ещё ввысь её хоть до самого неба строить. И приплавлять тут одновременно просто огромное количество руды. Но пока что у меня на улучшение этой печки резов нет, конечно. Чёрт, горим! Горим, блин! Генератор горит моей... А, тут только полблоки. Да ладно, нафиг они мне нужны. Ладно, следующее, чем я бы хотел заняться, это покопать один блок. О, крабик. Здрасте. Вы, собственно, не поверите, но я нашёл применение крабу. Его же можно поставить прямо над воронками на мобоферме, и он будет убивать мобов. Блин, это гениальное решение. Но только, наверное, и здесь одного будет недостаточно, или его как-то посередине надо поставить. А ресурсов тут накопилось немало, блин, даже броньку. О, теперь я красивый. Новая стадия! Блин, я даже не думал, что она настолько быстро наступит. Ну-ка, давайте смотреть, сколько всего блоков я накопал. Две тысячи ровно блоков. Какая-то фиолетовая. Подождите, а это из какого мода? А, это уже из другого. Короче, как-то он так называется, да. Вот столько ресурсов у меня получилось накопить с предыдущей этой стадии. Астро Сорсери. А вот это, кстати, довольно интересная стадия, потому что из этого мода я смогу сделать книгу заклинаний. Вообще, это новый мод. Кто знает, аж спашеку на 1.7.10, то это примерно такой же мод, но гораздо круче. Там заклинания просто офигенные добавили. Если я сделаю вот эту книгу заклинаний, то я смогу ей и копать там, и убивать мобов, и всякие заклинания использовать. В общем, прикольная штука. Давайте посмотрим, что здесь попадается. У меня пока что обычные строительные блоки, также новая листва какая-то. Видимо, здесь будут какие-то деревья. Блин, прикольно. О, и новая руда, какая-то аркановая руда, самоцвет маны, да. Он, видимо, используется во всех этих рецептах. Напоследок, я бы хотел забрать еще оставшиеся награды за квесты, которые я выполнил. И это только аркановая руда. Блин, я думал больше. Ну, а на этом все. С вами был Ванчила. Всем пока. И на мой канал подписчись, ты забыл оформить под подписку, ты оформил ее, а там же лайк ты постар.